Субтитры сделал DimaTorzok Разумеется, по моему субъективному мнению И начну я по большей части с минусов, которые не самые ужасные в игре, с которыми можно смириться Ну и дальше буду переходить к самому лютому трэшу, который даже уже лично у меня вызывает горение Первое, что я заметил за несколько месяцев игры, это однотипность крафтов Как я и сказал, минус этот незначительный, потому что за столько лет существования игры Неудивительно, что образовались определенные конструкции, которые лучше других По большей части это зависит от установленного вооружения и ходовой Хотя, если колесный крафт еще имеет какое-то различие, то ховеры вот все однотипные Арткрафты игрой не приветствуются, так как их эффективность будет в разы ниже Разумеется, мне как эстету очень нравится, когда в бою я вместо летающей кровати замечаю вот что-то такое Фантастическое и красивое, но это редкость Можно было назвать этот минус инженерной импотенцией, но игроки тут ни при чем Все разработчики, которые сделали однотипные детали, которые не различаются друг от друга даже у разных фракций По сути, одна и та же деталь по количеству пинов, но имеет немного другой внешний вид При этом в игре нет почти никаких длинных однопиновых конструкционных, чтобы закрывать некоторые пустоты Наподобие вот рам 1х4, 1х6, 1х8 А они иногда нужны, потому что бывает, ты соединяешь две разные детали по слоям И вот остается какая-то пустота, и вот ее ничем не заполнить И раз вот мы говорим о крафтах и конструкционках, хочется еще упомянуть обмен конструкционных за значки А точнее, цены на эти детали По моему скромному мнению, очень несправедливо, что все эти детали стоят одинаково Хочешь купить огромный отвал поезда? Дай 300 значков Хочешь взять крошечную деталь, там 3х1 пин? А дай еще 300 Размер детали и ее результативность, по идее, должны стоить соразмерно Но только не в красауде Тут разрабы сосут из вас все, что можно И заставляют гриндить даже эти блядские значки Второе, что меня бесит, это количество слотов для чертежей Ну бля, их просто совсем не хватает Для человека, который хочет иметь много крафтов на разном вооружении Так даже я, игрок с небольшим складом, все равно уперся в ограничения Хотя с помощью БПшек я немного расширил, но даже этого не хватает, чтобы хранить все крафты И хранение их на выставке тоже не спасает А вот чтобы расширить количество слотов, нужны дискеты, которые стоят по 200 монет А расширение на один слот требует разное количество дискет В зависимости от того, какой уже по счету чертеж вы открываете Если судить по Википедии, то на расширение придется потратить, ну, наверное, больше 50 дискет А это больше 10 тысяч монет И это я еще не говорю про то, что есть еще в игре расширение склада Но не знаю, когда мне понадобится, пока что в ограничение не уперся Дальше один из бесячих минусов именно для меня, а именно ПВЕ рейды и приключения Скучнейшая и бесполезнейшая херня в игре Ну, если бы, разумеется, не фарм ресурсов Режим приключения так самая кончено реализованная идея Просто вот пустынная карта, по которой ты 45% времени едешь до квеста 45% времени едешь до места его выполнения И только 10% самого выполнения Причем самых тупейших квестов и разряда Приедь туда, приедь сюда, постреляй три болванчика Типа приправили каким-то сюжетом Дают какие-то говнонаграды, которые по себестоимости и время затратам Даже не обгоняют легкие рейд за медью Единственное, ради чего тогда люди заходят Так это за тем, чтобы выполнить задание на значке механиков Однако, я вообще ни разу это задание не выполнил Ну, блять, сил не хватает на это уныние Которая, в принципе, такой же самая, как и в рейдах Но некоторые рейды хотя бы нужны для заработка Что тоже вызывает жгучее чувство несправедливости Когда вот обычный игрок потеет в ПОП боях Пытается сделать результативный крафт Сражается с кучей нетупых противников и тупых союзников И при этом будет получать всегда меньше, чем человек Который на челе будет проходить рейдики за пластиком Для чего существуют вообще средние тяжелые рейды за медью Я вообще не понимаю Когда есть и ПВП бои с ботами за медью И легкий рейд за медью Так еще и вторжение, которое фармит эту медью За полторы минуты больше, чем все рейды Вести за медью вместе взятые Разрабы как будто просто наделали лишних иконок Чтобы казалось, что в игре контента много В итоге, с этого получается, что меня специально загоняют В ПВЕ режим ради фарма и выполнения заданий на значке механиков Некоторые, может, скажут, что таким же образом людей загоняют И в ПВП за проводами Вот только красаут Это в первую очередь ПВП игра А уже во вторую ПВЕ И если ПВЕшник может заработать пластикой, продав его, купить проводов То ПВПшнику придется потратить больше времени Чтобы купить то же количество пластика, продав провода Ну и следующим минусом, раз мы уже зацепили немного ПВЕ контент Вопрос А какого хрена в ПВП режиме боты? Мне что, в ПВЕ ботинков не хватает? Для чего их сюда запилили? Неужели игрокам будет сложнее посидеть на 10-20 секунд дольше, но найти полную пачку? Не думаю Но мы имеем то, что имеем Что в большинстве своем, игры в ПВП процентов на 30 состоят из ботов Причем эти боты очень сильно отличаются друг от друга по результативности Мало того, что у них встроенный АИМ И бот себя может запилить с другого конца карты С каких-нибудь пушек И ты станешь на 50% юзлис Причем еще даже не увидев этого самого бота Но при этом твой бот будет в упор противнику категорически отказываться стрелять Даже если вы добавляете ботов в игру, чтобы заполнить пустоты из-за низкого онлайна Почему вы не заполняете все пустые слоты ботами? Сколько раз случались моменты, в которых в одной команде загружается на одного человека меньше А в каждой стороне по 3-4 бота Мало того, что вы и так в меньшинстве на одного человека Так еще и вам дополнительного овоща хотя бы не могли докинуть А вот сейчас я ударю точечно вот в одну механику О которой я не говорил в своих предыдущих видео А именно разбор деталей И тут я вот просто реально выпал от наглости разрабов и несправедливости Ибо за разбор предметов дают несоизмеримо мало ресурсов По сравнению с тем, сколько на этот предмет было потрачено ресурсов Вы просто вдумайтесь в эти цифры За разбор легендарной детали вам дадут 50 металлолома, 250 электроники, 250 меди и 250 аккумуляторов Но при этом на крафт этой самой детали вы потратили от 22 до 25 тысяч металлолома 750 электроники, около 7 тысяч меди, 750 аккумуляторов, 2500 проводов и 1250 пластика И это еще не берется в расчет траты монет на использование станка Но их опустим Вопрос Вы че, охуели там? Блять, ну я понимаю, возвращать 100% это, ну, глупость Ну, 75% или хотя бы 50% ресурсов можно же было Сука А если деталь улучшенная? Вы думаете хотя бы этих ресурсов вернут в три раза больше? Ну, по сути же, у вас три оружия в одном Хер там плавал Если вам надоело играть на этом оружии Или с этой кабиной Или разрабы нерфанули ее То вы не вернете от слова совсем нихуя за эту деталь Если разрабы боятся, что люди будут разбирать декор такой же редкости таким образом и получать ресурсы Так спрашивается, какого хера вообще детали по разбору стоят как декор? В чем проблема сделать разное количество ресурсов, получаемое за разбор у декора и у деталей? Просто знатная наебаловая и абсолютно неработающая механика Разве что только в виде разбора дешевого декора для получения ресурсов По крайней мере, на данный момент больше вариантов применения у разбора нет Некоторые могут сказать, ну ты же не тратил на эту деталь ресурсы Если, к примеру, купил ее за донат или получил с БП Какая нахуй разница, отдал я за нее реальные деньги или тратил время за дротя? Суть не меняется Разрабы не дадут ресурсы ни мне, как купившему ее Ни тому, кто ее скрафтил, улучшал и потом решил разобрать Следующая одна из серьезнейших проблем игры это педобирство Ее суть вы все знаете, более подробно я об этом говорил в видео «Исповедь новичка» Тут я хочу больше рассказать о причинах и решениях этой проблемы Вкратце напомню, педобиры это те, кто использует высокоомное вооружение или оборудование на низких омах А если точнее, ну просто не по своему ому Таким образом вот они гнобят новичков, тем самым заставляют их покинуть игру, убивая мотивацию играть Но осуждать педобиров это глупо, потому что пидорасы тут именно разработчики, которые поставили их в такие условия Игроки с овер 9 тысяч гигантским складом идут педобирить по двум причинам Это просто весело и доставляет им удовольствие унижать своим складом других Таких я не приветствую И второй тип, который идет туда из-за фарма Потому что игра просто никак не вознаграждает игроков за игру на высоком оме Соответственно, а зачем идти в бои на 13, 16, там 18 и так далее Которые длятся гораздо дольше, чем низкоомные бои Где разнообразие крафтов меньше, как таковых, за счет того, что на высоком оме уже разнообразие эффективного вооружения меньше И при этом всем ресурсов за это дают столько же Глупость несусветная В любой игре есть прогрессия по заработку Ибо тот, кто только начинает играть, мало что имеет, как в плане инвентаря, так и в плане знаний И постепенно игрок становится опытнее, дороже одет, быстрее ходит, сильнее бьет и так далее Соответственно, за свои усилия он и получает больше награду Кросс и хуй хотел класть на эти принципы У нас тут все будут получать одинаково Потому что в команде разработчика сидел какой-то Карл Маркс, который сказал У нас тут коммунизм, идите нахуй! Какие могли быть решения, чтобы избавиться от педобирства? Ну, очевидно, ввести сопоставимые награды при игре на разных омах А второй, чтобы игроки просто, которые любят ставить Скорпион на белую кабину Не могли иметь такой возможности за счет плавающего ома Не просто что-то типа нельзя ставить, нет Когда вот, к примеру, вы берете легендарный Арбитр с 1200 ом Ставите его на синюю кабину Его мощность при установке была бы выше Например, 1400 Если поставите на фиолетовую, 1300 На белую, 1500 Ну, числа примерные, но суть понятна Чтобы ом-оружие зависел от цвета кабины, с которой это оружие будет использоваться Но я думаю, даже первое решение в большей степени убрало бы проблему Люди просто стремились бы играть выше Следующий минус это крафт и рынок Если о крафте я говорил в последнем своем видео То вот рынок тоже имеет свои недостатки Если крафт предметов перестал быть выгодным у большинства предметов То торговля на разнице до сих пор приносит плоды Но Люди, которые любят заниматься торговлей Тоже ограничены во всем этом Ибо мало того, что рынок забирает 10% комиссии Что больше, чем у любого, в принципе, не межфракционного аукциона в реальной жизни Там берут всего 5% слота Что больше в разы у любого инвестиционного рынка В котором биржи берут в среднем, там, 0,03% от акций или облигаций Так разработчики запилили на рынок еще ценовой коридор Который, учитывая цены на рынке Практически нивелируются 10% комиссии И только люди, имеющие реально огромный кошелек Могут производить хоть какие-то выгодные манипуляции на рынке Мне, конечно, в целом на перепродаже похер Ибо я в игру прихожу сражаться Но так как мне тоже приходится пользоваться рынком Периодически вот бесит такая херня Следующим небольшим маленьким минусом будет КВ И отнесу его к минусам как минимум за то, что порог вхождения в него Ахуеть, какой большой За все время, что я отыграл и вдонатил Я пока не приблизился даже, наверное, процентов на 50 КВ А послушных бывалых игрофов Я уже примерно понимаю, что меня там просто задавят складом Но это я утверждать, разумеется, не буду Потому что в КВ я еще не играю Минус тут просто за доступность Как попаду в КВ, ну, буду уже разглагольствовать на полную Если доживу Дальше поговорим про донат И это самый лютый пиздец, который только существует в этой игре Разрабы так задушили игроков задротством и фармом, что без доната тут практически не обойтись Ибо чтобы скрафтить, скажем, три легендарных пулемета Даже не апнутых У вас уйдет не один месяц Так это только три пулемета А еще нужны кабины, ходовые, улучшенное оборудование Если с улучшением оружия можно потянуть То вот оборудование улучшать обязательно Все это выливается как минимум в то, что большинство игроков купят прем Который уменьшит время фарма примерно на 33% И это не все Разрабы просто постоянно продают наборы со скидками На которые многие клюют Но это такая трата денег, что просто пиздец А также огромное количество всяких БПшек С того момента, как я начал играть, я уже купил три БПшника Один трехмесячный и два месячных И ладно бы донат просто позволял игрокам получить предметы Так это приводит к тому, что получение предметов с донатных наборов Вылетает на рынок, тем самым убивая экономику Ну, хотя, судя по ценам, там уже все убито давным-давно И вместо того, чтобы делать какой-то новый контент Разработчики активно пичкают людей БПшниками Ведь в феврале вот последнего контентного обновления В игру добавили лишь пара пулеметов, пару кабин и генератор Зато БПшников уже было четыре штуки Вот вам два пулеметика, которых в принципе и так в игре хватало А вот БПшник будьте добры купить Следующий минус это баланс Можно было бы сказать, что баланс это проблема многих игр Сложно что-то сделать, чтобы все были в равных условиях Но тут проблема больше в том, что никто и ничего с этим делать не собирается Хуй знает, сколько времени ховеры имбуют Я не знаю, я смотрел видосы там двухлетней давности Там, наверное, трехлетней давности Они как тогда имбовали, так и до сих пор они имбуют со своими экранолетами Просто имея огромную маневренность, скользящую ходовую Все направленные быстрые ускорения Возможно, конечно, в новом обновлении экранирование потеряет свою результативность Которая будет совсем скоро И ховеры перестанут быть метой Из-за новой вот этой системы пробития Но это будет потом, и не факт В боях вот почти не видно ног Потому что вплоть до 10 кОм я видел пауков только, ну, у ботов, наверное В новом обновлении они добавляют новые ноги Вы, блять, старые не можете привести в играбельный вид А собираетесь добавлять новые Гусеницы также используются в боях Одной машины там, ну, не знаю, из 16-ти И то по большей части Либо малые, либо больше никакие Ну, хотя есть еще иногда там всякие голиафы используют Ну, как щит, по сути А не для того, чтобы использовать их как гусеницы И действительно, а зачем использовать гусеницы Когда сейчас есть шнеки Которые имеют только один минус Это скорость Сейчас весь 6-7 кОм просто заполнен коробками на шнеках с гоблинами А, разраба, поебать, блять Уже 4 месяца там просто лютый трэш творится По, не знаю, по 4-5 штук коробок с каждой командой И все бои вот просто коробка на коробку С перками вообще какая-то жесть Какие-то предметы имеют перки Какие-то предметы не имеют перки Некоторые перки дают больше дебафа, чем бафа Например, те же гунгниры, которые добавили в последнем обновлении Имея в своем вооружении якобы максимальную точность Они теряют очень сильно в скорострельности А использование проклика на перегреве Меньшает скорострельность, ну, еще больше Кровостары без камня Не живут практически нисколько из-за своего перегрева Но при этом большинство других оружий Имеет в основном только бонус, без дебафа И, как я и сказал, некоторое оружие вообще не имеет перков Типа термов или бури Хотя шторм при этом имеет перк Гусеницам только сейчас решили добавить перки Хотя большинство из них существует со старта игры Для чего вот вводить эти изменения частично Ставить другие детали в невыгодное положение Вот выглядит так, как будто разрабы просто растягивают Свой бестовло-мизерный контент еще сильнее А мамори вообще существовать не должен Или должен иметь примерно 1000 Ом Сука, это щерню на низких Омах эксплотит Вот просто все, кому не лень А выживаемость оружия эта дресня увеличивает Охренеть как? И лукавить не буду Был бы у меня и я бы его использовал Но это не значит, что это нормально Вот такая вот получилась история Еще раз повторю Мое мнение является субъективным Ну, по некоторым, разумеется, минусом Но от своих слов я отказываться не собираюсь Если у вас есть мнение о каких-то еще минусах Можете опуститься в комменты и выплеснуть это там Ну, а на этом пока что все Я надеюсь все-таки, что некоторым пердаки подпалю не очень сильно Потому что, ну, ребят, будьте хоть немножко объективны Потому что это реально есть в игре И с этим надо что-то делать А так как разработчики ничего с этим не делают То, скорее всего, их устраивает заработы, которые приносит игра А это значит, что вы все так же продолжаете донатить в игру Покупать все, играть в нее И тем самым развязывая разрабам руки Ну, а если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки и колокольчик Чтобы не пропускать новые видео А также стримы И играйте, ребят, только в хорошей игре Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok